мир вам и боже благословение я мама погибшего воина мадеев дар дековича позовной ван губ он был воинской части 01 069 3 мотострелковый батальон 41 мотострелковый полк вчера вечером пришла бумажка мне с минобороны что мой сын числится безуси пропавшие и вот я теперь хочу спросить у всех вас как может быть он безуси пропавший если есть видео где и как он лежит если я знаю где где он находится если есть у меня координаты где он на данный момент сейчас лежит как вы можете признавать людей безуси пропавших если есть тело вот не объясните пожалуйста или типа все признали безуси пропавших значит можно ручки вытернуть руки в брюки и в карман ну как вам не стыдно бросить бросить товарища бросить офицера гнить там каждый раз мне говорят что там невозможно найти но это неправда люди ходят делают снимки на данный момент это точная информация что месяц назад ребенок еще был полностью одет на нем броняк лежал каска сейчас мой сын и остальные ребята лежат раздетые значит кто туда заходит их раздевают их касается но вытаскивать не хотят вытаскивать я уже начинаю верить что то что есть приказ от минобороны или это или этого или это воинская часть придумала для отмазки что тела погибших не забирать скрывает наших скрывает тела наших близких но вы вот как вот как вы будете потом на том свете перед богом оправдываться скажите пожалуйста ведь с каждым с каждым может случиться та беда как с которой случилось со мной и с моим сыном и представьте вы вас у тоже так вот бросил не захотят забирать не захотят отдавать тело близки какая почему я так наставить на забрать тело я просто хочу вот знаете комицы я просто хочу вот его взять вот последний раз обнять прижать в груди люди груди его кормила животом носила я больше ничего не просто хочу его проводить в последний путь и обнять его вот крепко-крепко грудью его сжать вот моя единственная цель я прошу товарища быстрей кино я прошу била усва андрея римовича достать тела моего сына и остальных ребят это жестоко нельзя так они тоже хоть они и погибшие но они считаются людьми нельзя так издеваться над ними мой сын очень хотел быть военным он прям грязь сделал мечтал он сказал мам я хочу быть офицером я могла ему помешать он просил умолял меня он не делает и что давай ему это даже манхилки нету лежит как ненужная вещь там валяется издевается над него телом как и хотят и тут сейчас наш двор вот на этой лавочке где я сейчас сижу мы очень часто с ним разговаривали а вот здесь вот вот с этой вот лестнице он мне звонил и говорил мам я еду вот здесь вот на этой дорожке я его ждала вот на этой дорожке я ждала его а вот там вот вдали лестнице у нас есть вот оттуда он бежал ко мне сейчас он больше не прибежит ко мне он больше не придет ко мне он больше не скажет маму лишь есть что-нибудь вкусненькое он не постучится мне в дверь он не позвонит мне по телефону мне напишет больше замыски у меня нету могилка я же как к нему прийти поплакать сессивку возле его могила вы знаете какая боль просто вы не представляете какая-то мочительная боль каждый раз ложиться слезами просыпаться слезами каждый месяц мне обещают что наших ребята вытащит каждый каждый раз я получаю нож и спину обман за обманом лишь бы я только замолчала лишь бы я больше ничего не говорила не писала с мая месяц мне обещают вытащить сына с мая месяц не вытаскивает видно вот это ты ждали бумагу что убийство пропавшим признают и все эти поэта не это дело не это дело пиши звони делать что хочешь самый гадкий это полк и часть это воинская часть 01 069 ребята избегайте этот полк и эту часть если вы туда попадете ничего там хорошего не сулит командиры заключенные предатели один из них такой